Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. 3000 иностранных компаний приостановили деятельность на территории Российской Федерации. Рабочие московской нефтегазовой компании добились погашения долга по зарплате в 90 миллионов рублей. По данным Федеральной службы по труду и занятости, с 1 марта по 1 июля в России приостановили работу 3000 организаций, сообщает газета «Известия». 527 иностранных компаний ликвидировано. Численность сотрудников, которые находятся в простое, выросла с 39 тысяч человек на 1 марта до 125 500 человек на 1 июля. Практически столько же работников обратилось в Роструд за защитой своих прав, но на иностранных работодателей пожаловались только 483 работника. В правительстве уже прогнозировали, что по итогам третьего квартала в Российской Федерации до 200 тысяч человек могут потерять работу. В Министерстве труда сообщили, что всего в Российской Федерации почти 3 миллиона 600 тысяч работодателей. Порядка 54 миллионов человек работают по найму. В ведомстве перечислили меры поддержки занятости. Например, тем, кто потерял постоянную работу, предлагают временные варианты, так называемые общественные работы, которые оплачивают параллельно с пособием по безработице. Такой поддержкой воспользовалось почти 65 тысяч человек. Работает программа бесплатного переобучения. Новые знания уже получает почти 98 тысяч человек, а завершила курсы более 51 тысячи человек. Кроме того, внедряется практика временного перевода сотрудника от одного работодателя к другому. Центры занятости и трудовые инспекции начинают работу над временным переводом сразу после того, как получают первые сигналы о переходе человека в режим неполной занятости или его возможном сокращении. Красное радио фонда Рабочей Академии напоминает, что именно рабочие наиболее заинтересованы в уменьшении безработицы. При этом, с одной стороны, в условиях специальной военной операции может возникнуть необходимость сверхурочных работ. С другой стороны, администрация может использовать сверхурочный труд одних рабочих, чтобы уволить других. Это создаст еще большую безработицу, обесценивание труда рабочих и необходимость для них еще дольше оставаться на сверхурочные. Это в итоге приведет к падению отечественного производства. Чтобы не допустить этого, рабочие должны бороться, во-первых, за обязательное согласование сверхурочных работ с трудовыми коллективами, во-вторых, за дополнительную оплату сверхурочных работ. Более подробные разъяснения читайте на сайте Рабочей партии России в заявлении Центрального комитета о намечаемых мерах правительства по вопросам обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации в современных условиях. 680 работникам московской компании ВПТ «Нефтемаш» выплачены долги по заработной плате общей суммой более 90 миллионов рублей. Компания занимается поставкой и сервисным обслуживанием бурового оборудования. Осуществляет разработку месторождений. Федеральная служба по труду и занятости в ходе профилактической проверки выяснила, что руководство компании допустило образование задолженности по заработной плате с мая по июль 2022 года. Государственная трудовая инспекция направила предостережение в адрес администрации, и долги по зарплате были выплачены. Красное радио Фонда Рабочей Академии отмечает, не исключено, что не все рабочие дождутся профилактических проверок на своих предприятиях, и им самим придется писать коллективные обращения в надзорные органы. Но борьба рабочих за свои интересы, даже за выплату зарплат, часто идет вразрез с личными интересами представителей администрации. Поэтому руководство в ответ на попытки рабочих предпринять коллективные действия часто прибегает к индивидуальному запугиванию и обману. Главное помнить, по закону уволить работника против его желания практически невозможно, а сильные коллективы в России восстанавливали работников даже после увольнения. Отсюда правило – не отступать в ответ на забугивание и не идти добровольно на ухудшение своего положения. Например, когда администрация просит подписать опасный для вас документ. Можно ссылаться при этом, что вы боитесь нарушать закон и что вам нужно подумать. Также администрация часто идет на подкуп. Рабочим обещают, что их повысят, если те придадут коллектив. Помните, что обещать не значит исполнить. И таких обещаний раздать можно много, а вот повысить всех не удастся. Так что после таких разговоров полезно выяснить, много ли еще рабочих получили такие предложения. Разбивая коллектив, администрация разбивает вашу силу. Творчески противостоять этому рабочим придется учиться снова. Новости читала Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания. Субтитры создавал DimaTorzok